И горячих дебоширов успокоит, и преступника обезвредит. Челябинская блондинка в погонах, гроза всех хулиганов микрорайона Парковой. Яна Кириллова у нас в гостях. Яна Михайловна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну и разрешите вас сразу поздравить с победой в этом конкурсе. Расскажите подробнее, что это? Это вроде полицейского Оскара. Ну это получается конкурс народной участковой по Челябинской области. Выбирали лучших участковых, голосовали за лучших участковых. А судьи кто? Кто выбирал? Судьи выбирали это жители, граждане Челябинской области. А что вы должны были сделать? По каким критериям? Я не знаю, по каким параметрам выбирали? Получается, что в каждом районе есть участковые, то есть определенное количество. Из них выбирают лучшего каждый район и предоставляют на этот конкурс, чтобы потом граждане голосовали. Ну а как тут лучшего выбирают? Вы должны там больше всех голосов набрать. То есть вы не показываете то, что вы умеете, там стрелять умеете. Нет, это у нас другой есть конкурс такой областной, да. По профессиональному мастерству. Ага, вот оно как. Скажите, а в этом участвовали только женщины участковые или мужчины тоже? Нет, там в основном участвовали мужчины участковые. Но женщины тоже были. От нашей области была еще женщина. То есть две женщины всего лишь от области? Да. И сколько было всего участников? 98. Яна Михайловна, вы всех обогнали. Ничего себе, поздравляем вас. Спасибо большое. Ну а вообще скажите, пожалуйста, вот ваша работа, как складывается вообще день участкового? Это трудная работа, нетрудная? Что вы в основном делаете? Вы с людьми общаетесь? Или это бумажная рутина? Участковый – это от слова участие в жизни населения. Участковый – это первое лицо, которое видят граждане. То есть как он одет, как он выглядит, как он общается, как он представляется, как он помогать может в каких-то вопросах, консультировать. То есть здесь полностью должно быть профессиональное мастерство. То есть нужно и уметь общаться, и обладать психологическим аспектом, чтобы, например, общаться с каким-то контингентом трудным граждан. Участковый в своей работе должен полностью соблюдать законность. То есть все принципы нашей полиции. Это очень тяжелая работа быть участковым, потому что участковый – это и профилактика совершения преступлений и правонарушений, а также это и раскрытие преступлений на своем административном участке. У каждого участкового закреплен свой административный участок. Там определенное количество жителей. У меня, получается, микрорайон Парковый. В этот микрорайон входит и микрорайон Радужный, в «Созвездии» очень большое количество населения там проживает. Около 62 тысяч населения. Ого. И всех знаете в лицо? Нет, ну не всех. А они вас знают? Сейчас проходит такое хорошее профилактическое мероприятие. Это ваш участковый. Здравствуйте, я ваш участковый. Мы обходим все квартиры, чтобы лично познакомиться с гражданами и вручить им визитки. И граждане, когда видят, например, впервые говорят, «Ой, очень интересно, очень хотелось бы познакомиться». Да, кстати, как на вас реагируют на блондинку в погонах? Нормально, хорошо реагируют. На чай не приглашают домой? Мне больше всего нравится ситуация, когда в домофон звонишь, и получается… Здравствуйте, ваш участковый. Здравствуйте, участковый, откройте, пожалуйста. И сразу открывают. Ребята участкового спрашивают, как так быстро тебе все открывают сразу? У нас начинали спрашивать, в какую квартиру идешь, зачем? Я все время анализировала и думала, ну почему мне так быстро открывают? А потом я поняла, что участковый, они, наверное, думают, педиатр пришел участковый к ребенку. А, да? То есть сначала, а потом… Ну, а если сейчас я уже хожу по квартирам, у меня очень большинство жителей уже меня знают, многие уже обращались, поэтому мне сразу открывают двери, и сразу говорят, мы вас знаем, вы наш участковый, заходите. Ну, вот, на самом деле, Яна Михайловна, это хорошо, потому что сегодня в нашей программе мы как раз-таки проводили опрос, и многие жители, ну, я надеюсь, они не в микрорайоне Парковой живут, они не знают своего участкового в лицо, они не знают, как он выглядит, а вы знают уже. У нас, получается, есть группа, создал ее администратор, и у меня есть своя страничка ВКонтакте, которую мне граждане пишут, все свои жалобы я консультирую даже именно мобильно так, чтобы вдруг кому-то некогда прийти на прием граждан, чтобы они могли проконсультироваться у меня в интернете. И я сразу скажу, куда подойти написать заявление, какого характера это заявление, как оно будет рассматриваться, что нужно сделать, какие документы нужны, чтобы людям была возможность... Да, и попроще, а то придут к вам, а документы с собой не принесутся, которые необходимы. В друзьях у вас 16 тысяч человек, весь микрорайон парковый. Нет, не 16 тысяч, там в группе получается около 13 тысяч, у меня около тысячи друзей, но добавляются люди, чтобы... А вот вы знаете, что интересно, вот вы говорите, они жалуются, да, по каким-то там просьбам или еще, а вот в основном на что жалуются, на что жалобы в основном у наших граждан? Какие-то периоды времени по разному жалобу, вот, например, есть период времени жалуются на семейные скандалы, получается, что... Ну, соседские, да, или между собой? Мужем и женой скандалы, решаем вопросы, разговариваем с мужем, разговариваем с женой, приходим к какому-то единому решению вопроса, чтобы они больше не ссорились, не преследовали друг друга, не ругались, не наносили телесные повреждения. Вот это какой-то основной вопрос прямо участкового сейчас, именно семейное насилие, семейные конфликты. А также есть о возврате вещей, там, не отдает друг или там бывшая жена возвратить вещи. Или, например, в магазине вернуть там холодильное оборудование, которое я отдал там в аренду, а мне его не возвращают, и уже несколько раз его куда-то уже отдали, и потом находим, возвращаем владельцу. То есть участковый для того и создан, что он принимает участие в жизни населения и старается разъяснить законы, чтобы они соблюдали, потому что у нас же незнание закона не освобождает от ответственности, и поэтому мы стараемся донести до населения, что, например, вот это вот нельзя делать, потому что потом последует какая-то уголовная или административная ответственность за то или иное деяние. И что надо это предупредить, то есть чтобы этого не случилось. А вот не зря говорят, что ваша служба и опасна, и трудна. Были такие моменты, когда, ну, по-настоящему страшно было? Ну, были моменты, но у меня всегда, когда я выхожу на службу, по себе табельное оружие, то есть владею боевыми приемами борьбы. Я закончила уникальный институт, до сих пор его очень люблю, жалко, что его сейчас уже нет в Челябинске, Челябинский институт МВД России. Вот, очень благодарна этому институту, считаю, все навыки мои, и психологические, и коммуникабельность, все именно из этого института. То есть это все привели там, то есть выпустили оттуда именно сотрудника органов внутренних дел, с полной подготовкой. Яна Михайловна, а вот вы сказали, что у вас с собой табельное оружие, приходилось когда-нибудь пользоваться им? Нет, я никогда не применяла мистерельное оружие, считаю, что очень хорошо, что не применяла, считаю, что, значит, я смогла профессионально в любой сложившейся ситуации отреагировать психологически с людьми. Но буду применять, если будут основания для его применения. А вы когда-нибудь искали без вести пропавших людей? Да, у меня карьера сложилась так, что, когда я закончила институт, я стала инспектором по делам совершеннолетних. Отработала с подростками трудными и перешла в дознание. Была дознавателем, расследовала уголовные дела, и после этого уже перешла инспектором по без вести пропавшим. И лицам, утратившим связь с родственниками. То есть разыскивала без вести пропавших людей, и лиц, которые родственники потеряли, там, маму, папу. Что вам помогало находить пропавших людей? Женская интуиция же, согласитесь? Ну, скорее всего, мне кажется, да. У нас же говорят, что женская интуиция немножко отличается от мужской, и логика тоже мне постоянно говорят, что у меня совсем другая логика даже при расследовании преступлений. Яна Михайловна, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Оставайтесь такой же красивой, и пусть вас все знают в лицо в микрорайоне Парково. Спасибо. В студии мы говорили с Народным участковым области Яной Кирилловой. Ну, а далее выпуск новостей.